В лютые морозы горожане надевают все свои самые тёплые вещи, стараются лишний раз не выходить из помещений, пьют горячие напитки. А как быть тем, кто оказался на улице? У таких людей нет не то что возможности погреться, а часто им просто нечего поесть. Именно таких курганцев без определённого места жительства ждут в Центре социальной адаптации. Несмотря на то, что наше учреждение развернуто на 40 коек, но мы в настоящее время в зимний период и в период морозов готовы принимать всех. В настоящее время, в ночное время у нас прибывает 62 человека. В связи с этим в учреждении развернутый дополнительный коечный фонд, все обеспечиваются горячим питанием и на улице не останется никто, кто обратился к нам за помощью. Светлые коридоры, чистые и тёплые помещения, вежливый персонал. Здесь для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, готовы сделать всё, чтобы помочь вернуться к нормальной жизни. Отжильный корпус «Пищеблок» появился здесь не так давно, в 2010 году. Сегодня это полноценная кухня с квалифицированным персоналом, который готовит для постояльцев вкусные завтраки, обеды и ужины. Людмила Николаевна находится в Центре социальной адаптации уже 4 месяца. На условия жаловаться и мысли не было, говорит пенсионерка. Мне здесь нравится персонал очень доброжелательный, хороший. Да, условия очень хорошие. Кормят хорошо, 4 раза в день. Читаем, разговариваем, общаемся. И таких, как она, здесь довольно много. В основном это пожилые люди и инвалиды. Но исключением не становится и молодёжь, которая оказалась в сложной ситуации. Сюда приходят и те, кто по вине злоумышленников остался без документов или чей дом, например, сгорел, а пойти человеку больше некуда. За 2013 год в учреждение обратились 1397 человек. Из них бездомные граждане – это 657 человек. Лица, освободившиеся с мест лишения свободы – 180 человек. И инвалиды – 238 человек. И на каждого поступившего человека заводится личное дело. Выясняются все проблемы человека. И разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Медицинская, психологическая, юридическая и другая помощь – обязательные пункты в курсе реабилитации бомжей. Для оказания таких услуг в центре созданы два отделения – ночного и круглосуточного пребывания. Каждый, кто попадает в учреждение, первым делом проходит медосмотр. Дальше – гигиенические процедуры. Одежду постояльцы в обязательном порядке сдают в дезинфекционную камеру. Если человек одет не по сезону, здесь ему выдадут новые вещи. Ни для кого не секрет, что зачастую люди оказываются на самом дне жизни из-за проблем с алкоголем или наркотиками. В центре адаптации и с этим помогают. Бомжи посещают специальную школу трезвения, в которой учатся жить без пагубных привычек. Получают психологическую помощь – самое важное в процессе реабилитации. Жизнь – штука непредсказуемая, рассуждают постояльцы центра. И хорошо, что в городе есть такое место, где примут всегда, несмотря на твое социальное положение, возраст и внешний вид. Дарья Федерягина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру